Кирилл, сегодня у нас с тобой тема вредной привычки. Давай немножко мы сделаем так. Обычно я представляю с твоей аудиторией, твоим подписчикам, друзьям, также кто со мной проводит эфир, который представляется, чтобы люди понимали, с кем идет разговор, о чем идет разговор. Немножечко давай представимся. Давай сначала ты представься. С удовольствием, спасибо за такую возможность. Всем здравствуйте. Здравствуйте и вам, батюшка. Я тоже с вами не знаком. Меня зовут Кирилл. Сам я родился в городе Норильске, но сейчас нахожусь в Новосибирске. Здесь же я и служу по намарям. В храме неубиваемая чаша, по совместительству я занимаюсь профилактикой негативных зависимостей, являюсь образователем таких вот групп трезвости православных. Например, как спутник у нас есть, действует на переходе. Сам я прошел реабилитацию от зависимости от наркомании. На протяжении 9 лет я употреблял различные химические вещества и сейчас вот прошел реабилитацию 3 года назад и выздоравливаю, веду здоровый образ жизни, совмещаю это как бы с православием. Это я считаю как бы самый хороший путь. Он самый простой на самом деле является. И решил как бы вести вот эту страничку, чтобы люди, вот очень много людей как бы стесняются вообще говорить об этом, представляя реабилитацию не как возвращение к нормальной жизни, а именно как какие-то палаты, где доктора и прям тяжелые наркоманы, которые колются. На самом деле есть ряд вот этих вредных привычек, о которых мы хотели сегодня поговорить. Я этим и занимаюсь и хотел поделиться опытом. Плюс я только начал вести эту страничку и такую коммуникацию не выстраивал прямой эфир. Вот у меня вот второй, в этот раз я проводил недавно тоже про пагубные зависимости. Может вы знаете, наверное, батюшку отца Дмитрия Харциза, вот это православие онлайн он ведет. Он тоже с Норильска. Вот. Ну, как-то так и, ну, я готов как бы отвечать на вопросы. Вот. Мне так и на самом деле немножко будет проще, когда я вижу вопрос и сразу отвечаю. Вот. Если что-то там еще хотите как бы знать, я всегда открыт, вот, на общение, на коммуникации разных, да, вот. Я не предлагаю, я ничего не рекламирую, там, вот, никакие реабилитационные центра. Я просто как бы хочу поделиться опытом, плюс как бы наработать такой опыт, как вот общение, вот, ну, как-то так. Спасибо. Ну, давай в двух словах представлюсь твоей аудитории и начнем общаться. Меня зовут священник Константин Мальцев, в наставителях Романа Вамовича и Спейников Церкви Русской, в Краснодарском крае и Станица Ленинградская. В интернете давно, по сути, в соцсетях ввиду делюсь тем, что мне нравится, и то, что я считаю духовно полезно зачастую, то, что разбивает окаменелое сердце человека и дает ему возможность стать более человечным. Ну, если совсем в двух словах. Сегодня у нас, вот, у меня сразу возникает вопрос, дорогой, есть, я неоднократно слышал о 12 ступенях какого-то программы американской по именно выходу из алкогольной зависимости. Что-нибудь слышал? Конечно, это 12-й шаговая программа. Ее католики придумали, протестанты, вот, ее поддерживают. Ее даже пробовали адаптировать в православные центра, да, под себя. Вот, и она работает для людей, которые, ну, как бы, далеки от Бога. Там есть духовные принципы, но там нет, в чем, как бы, большое различие и несостыковочка, то, что там, а высшая сила, да, есть, которую они вот так называют, высшая сила, как бы, которую мы называем Бог, и у нас он, как бы, один. Вот, они могут ее представлять, ну, в виде любого предмета, лишь бы, как бы, для них это работало. Вот, и у них, как бы, не сохранены православные принципы, как бы, да, они, как бы, ну, скверно словят на группах. Я их ни в коем случае, как бы, не осуждаю, а это и так большой труд, большой путь, как бы, вообще что-то делать со своей болезнью, да, человек, который, там, 20 лет просидел на героине, и он что-то старается с собой делать, это уже какой-то шаг, какой-то сдвиг. Я знаю много людей, которые пользуются этими, ну, 12 шагами, и кто-то даже по выходу из нашего реабилитационного центра, ну, все-таки выбирает не путь с Богом, да, вот, путь именно вот по 12 шагам, и кто-то, кстати, остается трезвым. Вот, я это не поддерживаю, потому что, ну, мне тяжело просто даже находиться на таких группах, потому что там матерятся, ругаются, и, ну, так, мягко говоря, вот, то есть, например, вот, ходить, как бы, во воскресенье в храм, а потом в понедельник с утра идти на эту группу, ну, у тебя просто, как бы, такое эмоциональное состояние будет, как будто ты раздваиваешься, вот, а так, я знаю, люди работают по ней, вот, ну, и как-то каким-то образом остаются трезвым, вот, если прямо вот этот вопрос, как бы, заденет вашу аудиторию, я знаю прямо вот человека, который, ну, вот, шагает, как бы, да, вот, и, там, может поделиться вот каким-то вот, ну, более колоссальным опытом, вот. Просто ко мне недавно человек пришел и предлагает сделать такой клуб анонимных алкоголиков при храме, то есть, такую реабилитацию сделать, я говорю, да, я посмотрю, что это, как, опыта у меня в этой деятельности нету, мне больше сердце, как бы, так вот, к бабушкам, к деточкам, особенно маленьким, то есть, молодежь, ну, в большей степени, да, а, как бы, вот, с такой категорией я никогда сильно не работал именно так вот, целенаправленно, только лишь, там, если просят помолиться, помолюсь, там, иногда служу молебень, о здравии с Акафисом, неупиваемая чаша, читаем, то есть, и на этом аминь, вот, поэтому хотел и услышать твое мнение по этому поводу, потому что мы с ним, по сути, только пару раз пересеклись, а еще к чему-то общему знаменателю не пришли, вот. Ну, я вот, есть, как бы, стандарты православных групп, которые, я, например, если вы все-таки, например, ну, пойдете на встречу, и, как бы, давайте создадим, например, такие группы, но мы будем придерживаться формата более православного, у нас есть, как бы, вот форматы группы, именно, вот, православные, мы, там, читаем Евангелие, вот, если есть священник, мы разбираем какие-то духовные вопросы, если мы, там, и священника нет, то духовных вопросов не касаемся, но только разговариваем о зависимости, при этом мы перед началом группы молимся, после, там, группы молимся, да, вот, достойно есть Царю Небесную, все положено, и тот формат православной группы. Если владыка Мефодий, не помню, с какой он епархии, вот, он, как бы, родоначальник православной реабилитации, вот, и, поэтому, если, как бы, будет интересно, если будет, например, у вас, ну, завяжется такая работа, то я вполне, там, на почту могу вам скинуть этот стандарт, по которому именно православная группа выстраивается, и, вот, слет недавно реабилитационных центров православных, их достаточно много сейчас уже в России, и, как, вот, с Питера, так, и с Москвы, вот, и со всех епархий туда прилетают, и все, вот, отделы по профилактике, и поддерживают, как бы, эту программу, и ей работают. Поэтому, если интересно будет, там, в конце эфира можете или написать мне, там, или, там, какой-то результат у вас будет. Ну, а ты общался с теми, которые, допустим, о реабилитации, же мы говорим не только, допустим, о винопитии или, там, о курении, вот, мне интересна реабилитация наркозависимых, которые давно не только, там, что-то курили, а в том числе, вот, именно колольность, нагле были, чтобы они давно на игле сидели и справились с этим грехом, и закончили с ним. Такие примеры есть? Огромное количество. Кстати, вот, я поражался на реабилитации таким ребятам. Они мало ли того, что, там, по 10 лет отсидели на героине, они еще по 20 лет, по совместительству, сидели в тюрьме. Вот, и какой-то, вот, колоссальный прорыв они получали, да, вот, благодаря, может, изучению, там, Библии. Но я смотрел на них и поражался. Я такой, я, кстати, таким способом боролся с жалостью к себе, потому что я смотрел на этих ребят, которым по 50 лет, они по 20 лет на героине, у них куча болячек, ВИЧ, гепатит и так далее, но они стараются, они что-то делают с собой, да, и там молятся, верят, и у них, правда, как бы идут изменения. Вот я сейчас вот, если по пальцам по себе считать, ну, раз, два, три. Вот четверых я точно знаю, которые качественную ремиссию поддерживают на протяжении, там, четырех лет. Это вот за мою практику, там, за три года, да, то, что я трезвым остаюсь, вот. А если добавить ребят, которые вот с анонимных еще, ну, там, вот, то есть, десять человек, как бы, опытных, кто, там, три-четыре года у них трезвости, и они кололись, и не только, как бы, там, как бы, как бы, выразились, курили. Они у них такой достаточно большой опыт. Ну, вот некоторые оправдывают себя, допустим, кто обычный табак курит, они оправдывают себя, что это нервы, что это переживание и тому подобное. Естественно, православный человек, он, когда у него какие-то нервы, он не пьянствует, он не за сигарету хватается. Он в молитве свою душу успокаивает. Он, как минимум, там, с кем-то из близких пообщается, да. Если, хотя кто-то мне сейчас может сказать, а как от близких это и все, и приходят какие-то нервы, конечно, с этим тоже можно согласиться. Но, в конце концов, на одном человеке мир не сошелся, как минимум. Есть, знаете, вот всегда священник, есть духовник, который может тебя поддержать в трудную минуту. Ты знаешь, вот я почему за вопрос задал, за вот видео или есть ли такие примеры, которые долго сидели на игле и сошли. Вот у меня, может, видео в ленте был пост, такой видеоподборка, 8 лет молодежному центру, недавно, который я организовал. И вот через этот молодежный центр прошло очень много ребят, очень много ребят. поскольку я служил в районном центре, это станица, большая достаточно станица. Вот текучка постоянно. Ну, кто-то там старшеклассники потом уехали, поступили, кто-то там женился, замуж вышел. То есть текучка идет определенная. Но был один человек, который, на самом деле, очень длительное время сидел на игле. Вот пришел в храм, стал в центры ходить. Да, он такой нервозный был, на многие вещи, на штыки брал. Но постепенно стал справляться со своим недугом, перестал на иглу, потому что вообще изначально сначала его мама с сестрой ко мне пришли просто помогить, он выносит все из дома. И, короче, ну все в этом роде. Стал в храм ходить, исповедаться, причащаться. Вроде бы перестал колоться и другие вещества принимать. Но впал другой грех. Может быть, менее, скажем так, уже страшный, но все равно в алкоголизм. То есть он не мог просто справиться сразу с этим недугом, с этим грехом, и вот его только чуть-чуть нормально, потом на стакан, вот так его, как бы так помягче сказать, колбасило во все стороны. И вот буквально, наверное, так года два, потом он устроился на работу, стал работать. Конечно, так с девушкой у него пока ничего до сих пор, но несколько лет уже прошло, нету. Но, по крайней мере, он вот сейчас уже стабильно зарплату имеет, как бы уже появился иной смысл жизни, кроме своей, скажем, спасения жизни физической и душевной. Ну, как бы вот я видел его терзания прямо такие многочисленные, когда он, ну, хорошо я, то есть, понимаешь, цель была, когда я выздоровел, то есть он шел, потом приходит момент, он более-менее выздоровел, а дальше что? А зачем мне это надо? Вот я выздоровел, и дальше что? Кому это надо? То есть кому я здоровый? Девочки? Девочки у меня нет, детей у меня нет. Ну и зачем я выздоровел? То есть, понимаешь, начинается другое искушение, которое его пытается откатить опять, а в обратную сторону. Вроде бы стремился к одной. Это вот в тему, когда, как типа притчи, когда старцу приходят, и для мужчин, да, приходит к старцу и говорит, вот я вот это сделал, что дальше? Он говорит, ставь новую цель. Говорит, а зачем? Говорит, я же достиг почти самого потолка, я миллиардер. Он говорит, а не будешь ставить цели, всё равно проживёшь, посмотришь назад, и поймёшь, что бессмысленно прожил. Если духовную душу спасти, если не можешь духовную, хоть в какую-то материальную поставь, но цель должна быть всегда у тебя. Это мотивация. Вот. Ну, на самом деле, тема такая очень интересная, но как-то особо больших вопросов не возникает у меня с ней. То есть я знаю, что нужно делать. Это надо бороться за человека, молиться за человека и всячески ориентироваться по ситуации. Поэтому я тут даже не знаю, какие вопросы сильно задавать тебе. Тут больше, может быть, ты сталкиваешься с этими вопросами, потому что, я же говорю, у меня опыта в этом очень мало. У меня было жёсткое детство на эту тему связано, да, но, тем не менее, я всегда говорю, если у детей кто-то из родителей оступается в этом грехе, не факт, что они станут такими же. У кого-то вырабатывается иммунитетно этот грех. Поэтому крест ставить не стоит ни на родителях, ни на детях. Другое дело, как выйти из ситуации. Выйти только с помощью Божьей. Это 100%. Это я свидетель. Это моё детство. У меня было жёсткое детство. Врагу не пожелаешь порой. Ну вот, хочется так дополнить, что все зависимости, а их, кстати, на самом деле большое количество, около 200 штук. То есть, например, трудоголизм. Окончание даже похоже. Алкоголизм, трудоголизм, например. Также есть кофемания, также есть табакокурение, также есть шопоголизм. Если заметить, окончания одинаковые. Люди с ума начинают сходить, покупая разные вещи. Дело в том, почему об этом стоит говорить, потому что человек, он всё-таки социальный, и он не только себе может наносить вред, но и другим людям, при этом ухудшая ещё и состояние здоровья. Вопросы очень часто задают такие, что мой муж причащается, например, исповедуется или сын. И при этом он продолжает употреблять, и даже всё с каждым разом хуже и хуже. Сейчас вышли новые наркотики, которые дизайнерские, соль, спайсы, очень сильные, которые буквально за месяц разлагают личности и интеллект человека на две составляющие. Человек становится мало того, что зависимым, он ещё может стать параллельно шизофреником, или деградировать конкретно, и настолько, что без медикаментозных подкреплений он обратно и не восстановится. Вот вы сказали то, что мне очень захотелось добавить, то, что как раз именно я и хочу показать то, что вот этим аккаунтом, вот этим всем действием, то, что есть реальный путь, который совмещает в себе православие, зависимость, вот как раз что, и это ничуть-ничуть не мешает. И вот вы сказали про этого парня, то, что он сначала употреблял наркотики, потом перешёл на алкоголь. Вот, и я не слышал таких случаев, то, что как бы, знаете, вы как будто говорите, такое мягкое слазение там, да, с наркотиков. Сначала он перешёл, потом он курить начал, а потом вообще его все бросил. Это точно божье чудо, вот, я тоже не сомневаюсь в этом. Но это редкий случай, буквально, вот если взять цифры, да, такие, например, в Москве за сутки от наркотиков умирает 100 человек, по России около 1000 человек за сутки. Вот, и поэтому один из тысячи, как бы, да, ну, это вполне реальный случай, да, но вот эта тысяча, она реально пропадает, молодых ребят, которые встают на этот путь. Вот, и я вот на самом деле, я вообще никогда не думал, что со мной это произойдёт. И любой наркоман, любой алкоголик, он так и думает, что это не про меня. Я не усну в подъезде пьяный, да, не замёрзну на холоде, я не уколюсь, там, например, да, там, и не заражусь ВИЧом, да, от кого-нибудь, это не про меня. На самом деле, вот эта болезнь, да, наркозависимость, алкоголизм, они все, как бы, поражают все сферы жизнедеятельности человека, биопсихо-социальные, духовные. Вот именно поэтому и не получается, да, то, что причастие и храм, и не получается, что вот сто процентов, как бы, да, вот помочь человеку. Надо ещё подключиться к другим, там, например, это занятия, там, какие-то спорта, да, изучение болезни, вот, и всё, всё, что полезно, на самом деле, молодёжи. Я вот, проходя реабилитацию, ну, так даже мельком думал, вот я лучше вместо армии шёл бы на реабилитацию, потому что там реально можно научиться много чему. Я научился там готовить, научился там с хозяйством обращаться, и мне сейчас это помогает в жизни. Это правда. А я вообще вырос в православной семье. Я с шести лет находился в алтаре, там, до десяти лет я там был звонарём. Вот у меня мама директора духовно-проститического центра Норильской епархии. Я там закончил музыкальную школу. И кому я вот начинаю рассказывать эти истории, и все говорят, что Кирилл-то там не был наркоманом, не был зависимым у тебя там. А я на самом деле вот проупотреблял 9 лет. Вот. И при этом я успел разрушить всё. Вот. Поэтому я как бы всегда стараюсь как бы ответить на все вопросы, вот, которые возникают. Я думаю, может поотвечать батюшка на вопросы, может я вот... Да, давай. Давай, давай. Вопросов много было. Пока ты заходил, там много как бы накопилось вопросов, которые и мне ещё задавали, давай постараюсь оперативно мои ответить, и потом, я думаю, в любом случае и твои будут. Да-да-да, давайте. Я тоже пролистаю наверх, поищу пока, сориентируюсь. Да-да. Давай-давай. Сейчас я вот нашёл. Почему Богородица не предупредила Иосифа, который принёс Иверскую икону от убийства его? Я не совсем понимаю, о каком Иосифе говорится, поэтому лучше или уточните, или лично потом напишите. Про тот текст, там верный ответ был, да, это был текст про нарко- и психовещества, когда я ещё учился в школе. Ладно. Я не всегда понимаю, что хотят, честно говоря. Батюшка, иногда можно ли слушать рок или музыку Кипелов и так далее. Есть песни на православную тематику. Ну, понимаете, есть музыка, которая просто разрушает и нашу душу, и мозг, и вообще псих его разрушает. Поэтому надо смотреть, если ты видишь, что это повреждает тебя, потому что внешнее отображение внутреннего, по сути, почему человек сквернословит, да, почему матом ругается, как мимо-то из него исходит скверно. Такой интересный момент, да, человек, когда в наркозе лежит, он слова сказать не может, но мат из него льётся. Он всё связанное говорит. Это любой медик вам подтвердит, который говорит, вот в реанимации лежит, вообще без чувств толком, но мат иногда из него отборный льётся. Поэтому тут можно подчеркнуть, что вот именно недуховная составляющая, объясноватая составляющая, может нас больше прогрессировать. Поэтому смотрите очень аккуратно, что и зачем. Так, добрый вечер, добрый вечер. Отец Константин, завтра собрался храм, но резко заболела, слабость, кишечник, как быть, очень переживаю. Если будете так же плохо себя чувствовать, лучше перенесите. Отлежитесь, я думаю, Господь не прогневается на вас, если вы займетесь своим здоровьем. Сколько храмов Ленинградской? Три. Здравствуйте. Если есть тату, и хочется ещё, это грех, грех, по одной только причине, немного придумано. В книге Левит. Книга Левит – это одна из книг Библии. Библия – это сон книг. И вот в книге Левит написаны такие слова. «Не изображай на себе ничего, не повреждай тело твоего». Это «Я говорю тебе Бог». Всё. Здесь конкретная чёртка, почему не нужно ничего, никаких татуровок делать на теле. Есть только исключительный момент, есть Копская церковь, где на запястье или с другой стороны делают татуровочку, маленький крестик, потому что там гонение на христиан, там ислам. И вот, чтобы не срывались креста, крест всегда был при человеке, на человеке, на виде татуровочки, это маленькое, именно там, вот ради Христа, понимаете. А всё остальное этой татуровки – это ради, в кавычках, украшения себя. Поэтому давайте объективно смотреть на вещи. Человек уже красив, уже красив. И дополнять этим, ну, нет смысла. Так, дальше, дальше. Батюшка, скажите, пожалуйста, отказала девушке от доложения денег, просит на ребёнка, но, думаю, что идут деньги на алкоголь. В очередной раз отказала, говорит, еды нет, муж не работает. Купите еду, и пусть ваша душа будет спокойна. Или же, если нет возможности и купить, дайте столько, чтобы ваша душа потом не гложила. Нам 50 рублей, на хлеб хватит. А если ей этого не надо, то, поверьте, тогда уже ваша душа не будет гложить. Совесть. Так, я всегда на нас смотрю, да я понял, так, так, уже к нашим вопросам подходит, как помочь алкоголика, ну, наверное, алкоголику, хотя он сам не считает, наверное, себя. Как помочь? Ну, первое, к экспозиции православия, это молиться за него. потом, есть такой процесс, называется интервенция, когда близкие родственники собираются вокруг этого человека, говорят, что нам надо с тобой поговорить, и, например, это так происходит, там, собралась мама, бабушка, тетя, дядя, это не буду перечислять, и говорят ему то, что у тебя в жизни там происходят какие-то изменения, да, и мы их видим, вот, за тебя волнуемся, переживаем. Он говорит, все нормально, а вы по кругу ему начинаете, как бы, и доказывать обратное, то, что от тебя ушла жена, с тобой не общается Вася, да, с которой, который с тобой дружил, да, до этого всю жизнь вместе, так сказать, да, общались, помогали друг другу, а он от тебя уже отвернулся, например, ты перестал работать, перестал за собой следить, и вот такими фактами, да, вот доносите до него, что он, как бы, ну, у него проблемы с алкоголизмом, да, он будет вам сопротивляться, возможно, там, этот процесс придется отложить, и как помочь алкоголику, если он, как бы, себя не считает алкоголиком, надо, иногда помогает такой процесс, как оставить его, да, и чтобы он, ну, так сказать, набил немножечко шишек, вот, это очень, как бы, хороший результат иногда дает, человек, опустившись на дно, отталкивается от него, и, как бы, старается всплыть, потому что, на дне, как бы, никому не хочется быть, осознание вот этого, вот, животное, животное, мир, конечно, человек, не животное, а жить, по-скотски, не Господь, никому, просто он уже тогда не, и возможно, он тогда, кстати, сам обратится за помощью, вот, такие тоже бывают случаи, вот, интересный вопрос, мой бывший, а, ты ответил, или еще нет? Нет, я вот, читайте, я вот его тоже хотел, смотрю его. Так, мой бывший муж имел эти страсти, мне страшно до сих пор, после очередной пропажи его, не приняла его обратно, мне страшно за детей. А почему он страшно за детей, мне не интересно. А, может быть, он агрессивный, может быть, он бы полицию вызвать. Вот, я немножко, такая, теория, алкоголизм, наркомания, любая химическая зависимость, это семейная болезнь. Семейная, неизлечимая, хроническая, характеризующая навязчивым желанием употреблять различные вещества, изменяющие сознание. Я подчеркну слово семейное. Вы очень правильно делаете то, что как бы не идете ему навстречу, вот, и, как бы, не пускаете его домой и не даете ему вернуться, потому что, это будет продолжаться по кругу в очередной раз. Я думаю, у вас это не первый раз такая ситуация, да, то есть, что он как бы уходит, потом вы его обращаете, он возвращается. Вот, вам надо вот прочитать книгу, я так считаю, то, что есть, называется книга «Умение любить». Вот, там есть четкая инструкция, или мне напишите, например, в Дирик, мы с вами отдельно пообщаемся, вот, по этому вопросу. А за детей не бойтесь, это все исключительно, ну, надуманные страхи, из надуманного страха выйти, как бы, тоже достаточно легко, достаточно просто перечислить, что вокруг меня находится и что я сейчас, как бы, чувствую, да, плюсы, есть, как бы, органы, и надо не бояться, да, там, при первом появлении его взять и вызвать, да, при первых каких-то угрозах, не надо его жалеть, да, вот, смело вызывайте полицию, там, да, например, или как-то обзаведитесь, договоритесь с кем-нибудь, там, из родственников, близких, то, что вот, если такая ситуация случится, вот, я вам позвоню, предупредите, ну, как бы, будьте добры, как бы, мне помочь. Я думаю, добрые люди вам, ну, близкие, и они есть, и они помогают. Тоже такие случаи были, то, что там братья, там, мужи, мужья подруг подключались, как бы, и вот объединялись вот в борьбе с этой проблемой. Есть такой еще момент, если человек, допустим, болен этим недугом, там, винопитие, наркомания, и не хочет лечиться, то есть, осмысленно дальше живет такой жизнью, то даже можно, ну, как нельзя сказать, развенчать, или благословить на развод, но это уже, как определенное, ну, не попущение, как бы, так правильно термин подобрать, ну, в кобычках, разрешение для этого, потому что человек заведомо и сам себя губит, и вас начинает вводить в такое состояние, от чего вы можете или с ним что-то сделать, или с собой сделать, поэтому, тем более, тем паче, когда есть дети, нужно это тоже учитывать. Поэтому, вот, ну, как бы, вот, если мы берем концепцию, там, именно причины, сейчас нет такого понятия циркового развода, да, но, тем не менее, там, измена, там, какие-то венерические заболевания, скрытые болезни, какие-то от дотаинства венчания, и вот много таких причин, в том числе, если человек не хочет лечиться, и всячески этого избегает. Ну, собственно, он как бы губит себя, идет на верную смерть, поэтому, я думаю, батюшка, соглашусь. Да. Вот, и тут таза она добавляет, сердце мое заразается, мне как будто растоптали. Это синдром созависимого поведения, вот, есть, как бы, термин созависимый. Человек зависимый втягивает до 17 человек вокруг себя. Даже участкового может затянуть так, то, что он его начать жалеть. Это очень хитрая болезнь, я вот, прям, все-таки посоветую, вот эту книжку почитать. Там есть четкая инструкция, и, вот, можете мне написать, мы прям можем с вами детально этот момент проработать, какие-то выбрать инструменты, вы там неделю их поделаете, скорее всего, там, станет полегче. Не забывайте молиться тоже. В первую очередь. По комментарию. Хочу ходить в церковь, с чего начать? С чего начать? Просто приходите, стойте, смотрите, что люди делают относительно службы, кратенько про себя молитесь, не стесняйтесь и не бойтесь, если что-то вам там скажут, даже если не совсем будет приятно, в любом случае, во всем, всему нужно учиться, но с чего надо? Кратенько начинать молиться. Я вообще всегда рекомендую, если о храмовой службе говорим, есть такая замечательная книжка «Все наши наобдения и ритургии». Вот стойте и следите за службой, что происходит, что читают. Только не подпевайте, чтобы никого не сбивать, потому что вы только начали ходить в храм. Добрый вечер, Алексей Константин, спасибо за нужные эфиры. Я стараюсь бороться со своими страстями греховыми, грехами. Очень гнилось, когда рядом со мной выпившие люди. Как быть так? Да вот очень все элементарно. Если он агрессивный, постараться немножко обойти, чтобы вам не навредило. Если он более вменяемый, то не подчеркивайте, его недуг. Если какая-то совсем беда с ним, просто по-человечески отнеситесь к нему и помогите ему. То, что в ваших силах. То есть тут момент очень элементарный. Но пренебрегать этими людьми всё-таки нельзя. Почему? Потому что они больные люди. У нас с вами один грех, у неё другой грех. А нет человека без греха. Можно отдалиться. Вот в моей жизни был один человек, от которого я отдалился на какой-то период, в чёрный список добавил. Но это просто уже невыносимо было. Человек просто кроме себя ему на всех остальных плевать. Есть у тебя семья, спишь ли ты в 3-4 ночи. Просто звонки ни о чёмной. Просто. Отец, я умираю, я не хочу жить. Такие... Ну просто уже в последнее время, к сожалению, уже говоришь, родной, давай утром расскажешь, как ты там самоубийством закончил. То есть вот до такого абсурда доходил. Пошёл, ты понимаешь, что утром часов там в 10 он проспится, отец, прости, опять не сдержался, позвонил. То есть вот такая порой бред. И естественно, ну, пришлось вот жёстко его отдалить, чтобы он немножко понял, что имел и что потерял. потому что слишком близко подпустил. Я вот дополню немножко ваши слова, то что есть вот прям-то... Ну я так, вы с духовной позиции рассказываете, я добавляю, есть прям такой термин как бы выстроить границы, вот о чём батюшка говорил, я просто другими немножко словами, то что вы вправе как бы выбирать как бы и всё-таки регулировать эти отношения. Вы как бы можете выстроить прям определенные там правила, если это дома происходит, то что там есть такой тоже термин дизайн семьи, вот, где они пьют просто, да, например, или пьяный, если пришёл, то спокойненько ложится, например, спать. Вот, и эти правила, они когда соблюдаются, это всё происходит в таком мирном русле, вот, возможно, человек просто перестанет даже какой-то... Значит, зачем я буду добавлять неудобства другим, и, скорее всего, он может даже на эту отзывчивость, на эту доброту как бы отреагирует тем же и перестанет этим заниматься. Так, как себя вести с человеком, принимающим наркотики? Понятно, что он должен сам решить исправиться, но на все разговоры и помощь ему, он делается агрессивным. Ну, вот, если бы мне предложили помощь, когда я употреблял, я бы сто процентов кричал то, что у меня всё нормально, да, в принципе, я так и делал, там, я постоянно всё в штыки, это вы меня дали, у меня даже какие-то были неадекватные реакции, я там, значит, мог там взять стену ударить или как-то очень сильно резко реагировал, вот, это, как бы, человек думает то, что им пытается управлять, вот, и я думаю то, что не стоит его сейчас трогать, да, вот, а просто вот набраться терпения и просто смотреть и вот кратенько вот так вот иногда напоминать, да, о том, что у тебя меняется всё в жизни, и так же, как я говорил уже вот с алкоголиком, да, там, что делать, так же и с наркоманом проводить ту же самую интервенцию, набираться терпением, собираться большим или малым кругом семьи, близких людей и говорить, доказывать то, что человек, вот, ну, брат, там, сестра, там, есть женский алкоголизм, ты там, например, ну, теряешься от нас, да, ты там вообще, у тебя уже там всё плохо в жизни, вот, а он будет вам до конца доказывать то, что всё, как бы, не так, надо вот именно с любовью и именно с правильной любовью, есть вот здесь такое иногда расхождение, да, мамы особенно, да, созависимые или сёстры, они думают то, что помогают больному, да, человеку, там, например, он пришёл пьяный, она его там помыла, почистила, с утра его покушать, накормила, она думает то, что она любит его, на самом деле она любит и помогает его болезни развиваться, потому что он комфортно себя чувствует, он чувствует то, что я могу себе позволить напиться и прийти, а утром я просну чистенький, как ни в чём не бывало, при этом ещё, я могу сделать недовольный вид какой-то, вот, при этом вот, и вот здесь расхождение, умение правильно любить, вот, вот, тоже очень важный момент, вот, может быть, батюшка тоже, тоже. Не, не, я тебя в этом поддержу, потому что, однозначно, вот эта поддержка человека в грехе. Пластическая хирургия, это грех, я вот увидел первый вопрос. Я просто попросил продублировать вопросы, если кто-то писал, а мы не ответили на них, просто физически не успели, чтобы мы, да, ответили на эти вопросы. Ну, давай всё-таки ответим, раз уже задали по пластической хирургии, пластической хирургии, одна-другой рознь. Можно где-то поправить какие-то вещи, да, по сути, искривление носа, это тоже определенная косметическая или пластическая хирургия, другое дело наращивание груди, попы и тому подобное. Конечно, это уже из области больше комплексы, что я красивая или некрасивая и тому подобное. Поэтому я сторонник того, что ценить то, что тебе Господь дал. А некрасивому тебя не мог просто, в принципе, сделать. Другое дело, любят тебя или не любят. А если тебя не любят, что тогда вообще о них переживать? Человека, возьмите, вот я всегда привожу интересный пример. Все вы его знаете, Ник Бочич. Ну, человека там, лапочка маленькая, да, вместо ноги, и всё. Но его миллионы, в кавычках, любят. Ну, как духовно, скажем так, любят. Ну, что это, мешает ему быть красивым? Ну, он красив по-своему. То есть, красота внешняя, любят за внутреннюю красоту. Я имел возможность общаться с одной девочкой, вот внешне, она, ну, далеко не красавица. Но когда с ней общаешься, с ней интересно, она эрудированная, она воспитанная, с ней приятно общаться. Ну, и чё, что она и внешне очень красивая. Мне, допустим, всё равно. Вот, тут, опять-таки, для чего, зачем повреждать свой организм, своё тело этими вмешательствами. Так, что дальше продублировали. Как церковь относится к ремации? Не хочу родных привязывать к своей могиле. Церковь не очень хорошо относится к ремации. Если есть возможность захоронения, то лучше захоронить. Потому что мы во время отпевания читаем такие слова и из гробех восстанут во втором пришествии, да, скажем так. Поэтому восстать можно из гробех, а не из урны. Конечно, Богу всё возможно, Он может в любом состоянии из пепла тебя восстановить, Богу всё возможно. Но, тем не менее, церковь, скажем так, терпимо к этому относится, понимая, что, допустим, в больших городах захоронить на кладбище это всё очень дорого, не все могут себе это позволить. То есть, просто входит положение людей. Но то, что это норма, это не норма. Так, дальше. Во время учёбы были проблемы с одноклассниками из-за того, что делал себе порезы на руках. Грех ли? Грех, конечно. А зачем? Это скрыткое, скрытый такой, а потом уже открытые желания суицидов. Поэтому тут однозначно. Да, слушай, что ты хотел? Да, я вот смотрю, сын употреблял травмодол, сейчас курит травку и говорит, что это нормально. Я просто скажу, что от травки батюшка приводил пример, что один человек слез с героином на алкоголе, так же из травки человек может перестать получать удовольствие и пересесть на что-то более тяжёлое. Поэтому ваш сын заблуждается. Но если он не меняется и не хочет меняться, видать, либо ему вы способствуете его положению и дел и помогаете ему, давая по тысяче рублей, например, по 500 рублей, думаете, помогаете ему, а он берёт и тратит на траву. Сейчас трава не дешёвая, полторы тысячи стоит, например, чтобы купить на употребление себе вещества. Поэтому вы обратите внимание лучше на себя, делаете ли вы какие-то вещи, которые могут способствовать его употреблению. если он не хочет выздоравливать, пускай, но зато вы не будете способствовать его развитию болезни. Я повторюсь, что болезни семейные, достаточно одному человеку начать делать с этим, что-то выздоравливать, чтобы понятнее было, выздоравливать, чтобы болезнь не развивалась в семье. Человек будет страдать при этом, но семью не будет разрушать. Поэтому я советую здесь больше обратить внимание на себя. Способствуйте вы или не способствуете развитию болезни. Давай немножко еще доотвечаем, потому что у меня по времени еще готовится служба завтра воскресеньем. За Владимира давайте порадуемся. Он пишет, слава Богу, понял, что с алкоголем что-то и плохие, теряешь уважение и все теряешь. Мы очень рады за тебя, Владимир, что тебе получилось это осознать и исцелиться. Так, это ты прочитал этот ник, очень вознаглавляет. Правда ли, что в раю мы не сможем быть вместе со своим мужем или женой? По большому счету, если она в рай попала и вы попали в рай, то, по сути, Господу все возможно, потому что если вы венчаны, то ваши венцы в Царство Небесное. Поэтому Богу все возможно. Так, далее. Ранее писал, как вы относитесь к русской рок и музыке. Я, по-моему, очень расширенно ответил на этот вопрос. Есть музыка, музыка, герой, там у Ари есть некоторые хорошие песни. То есть надо смотреть, не разрушает эту душу или нет. Если это масштай и тому подобное, то это, конечно, это даже не музыка, это сплошная какофония. Я люблю классику, я православный человек, я люблю духовную музыку, я могу, ну там, не знаю, инструментальную музыку послушать, ну, там, какую-то повсу могу, на край послушать. У меня по сути много даже в плейслисте, вот что-то мне понравилось, я вас клацну, там, по шазаму нашел и все. Но в любом случае музыка должна созидать. Бывает такое музыка, создавать негативные чувства. Конечно, есть, да. Возле храма стоят попрошайки иногда, они ведут себя неадекватно, делаешь милостью и появляется чувство опустошенности, обманутый поход в храм омрачается неприятным чувством. Или не давайте, или давайте им на хлеб. Там, что-то там купите, там, сырок, молока, там, да, не суть важно, что вы ее купите, они на хлеб просят, давайте им хлеб. Так, что делать зависимость пищевая? Вот тоже интересный вопрос. ночной и вечерний, голод, хочется сладко, не могу справиться, ночью просыпаюсь несколько раз, это уже много, много, наверное. Но зависимость... Важно понять, что как бы провести такой параллель, то есть зависимость пищевая, то есть я не могу с этим справиться, то есть у меня бессилие перед пищевой зависимостью. А бессилие это неспособность самому это контролировать. Человек может контролировать любую зависимость на чьей-то помощи, с помощью Божьей, с помощью близких людей, с помощью каких-то еще определенных инструментов. У меня есть определенные посты в постах инструменты, но я могу сказать, что вы можете обратиться к близким за помощью, обратиться к Богу за помощью. Вот в этот момент именно по факту. Я иду есть, например, идете к холодильнику и прямо разбудите, попробуйте или начать молитву читать в этот момент, отче наш. Я думаю, что это, знаете, вас обличит. И мне лично это помогало, потому что у меня очень большая с этим была проблема. От меня в детстве даже кухню заделывали на замок, потому что я мог за ночь выпить три пакета молока, а утром я из многодетной семьи, нечего было, из чего кашу готовить. Поэтому на кухне сделали замочек и вот закрывали. Вот так вот мне помогали близкие. Обратите за помощью к близким и к Богу и еще определенные инструменты есть. Может, мне так же написать, составим тоже какой-нибудь небольшой список практики, которой воспользуетесь. Но это можно контролировать, но не самому. С чьей-то помощью. Вот это тоже надо понять. Можно, если мы говорим о сладком, то нужно понять, может быть, это реальная независимость, а необходимость. Может, глюкозы не хватает, может быть, тут нужно где-то и кровь сдать, какой-то гиблогобейный на все дела сдать. А если это уже зависимость, то уже дальше разбираться. Как минимум в этом покаяться, что простим господи, грешна грехом чрево угодья или сладко отрести. Понимаете, тут надо разобраться. отчего корень идет. Потому что основной корень чрево угодья это гордыня. Я хочу, чтобы мне было больше, мне слаще, мне вкуснее. То есть, понимаете, надо раньше посмотреть. А вот уже после чрево угодья, вот смотрите, есть цепочка грехов. Гордыня, чрево угодья, следующий грех, блуд идет. То есть, в чрево угодье не только от лакомства тайной день, в том числе винопитие, сюда тоже это относится, чрево угодья. Ты же этим винопитием чрево угождаешь. Так же всем подряд. Да, а потом уже идет блуд, а потом печаль, потом уныние, то есть, цепочка идет грехов. Поэтому нужно разобраться с предыдущим, а предыдущим это гордыня. А почему ваша гордыня, если это все-таки нехватка глюкозы, то есть, сладкой, почему-то гормон забыл в сладком, какой основной у нас элемент для счастья. Почему мы едим иногда шоколад и тому подобное. Вот в чем, по сути, почему мы заглушаем... Дофамин? Может быть, может быть, да. Вот. Поэтому надо разобраться в этом. Почему вы заглушаете, что вы заглушаете? Обычно так что-то заглушает. Поэтому надо немножко разобрать ситуацию лично вашу. А если человек злыдень, это как называется грех? Ну, так называется злыдень. Не, ну, если серьезно, если человек злой, раздражительный, ну, как, понимаете, источник зла кто? Лукавый. Значит, ты определенным образом уже служишь лукавому. Можно ли служить Богу злом? Нет. Если ты не хочешь быть лукавым, то ты кайся в своей раздражительности, в злости, кайся, исправляйся в этом грехе и начинаешь творить противовес, добродетель, добрые дела, добрые слова и милосердие. То есть тут элементарно. Все противоположно. Что делать лукавый? Это как макака. Он берет Христова и переворачивает с точностью, но наоборот, вверх ногами. Поэтому так же и здесь. Да. По сути, почему антихрист? Антихриста. Противоположность. Против Христа. Поэтому здесь все элементарно. Поэтому как этого человека назвать? Бедный человек, жалко его, что он... Понимаете, есть в Акафисе, слава Богу, за все, такие слова. И если у него в сердце Господь, то там свет Христов, то будет и радость. А если нет, там пустота. То есть, понимаете, самое главное страдание человека именно в печали и унынии от того, что он думает больше о себе. А когда он переключается на другого, он не зацикливается на себе и на своих проблемах. Он думает, как помочь другим. И своим, по большому счёту, зачастую, индивидуально каждый в каждой ситуации уже разрешается. Так, обнимите злыни, ему любви не хватает. Ну да, бывает такое, серьёзно. Даже случай на этот был. Два случая расскажу. Как бороться со злыними? Особенно в, знаете, шоковая терапия. Расскажу два случая. Один выпивший был, злыни, а другой такой средний, не злой, не добрый. Вот, значит, я не специально, но опоздал на две минуты на отпевание. И вот выходит, я выхожу из машины, мне подходит, двигаюсь уже в храм, чтобы зайти, меня останавливает, выпивший человек, там бабушка заждалась уже. Я говорю, так в чём вопрос? Сейчас я отпою. Ты опоздал, водка греется. Я говорю, ты что, бессмертный, что ли? Я тебя сейчас после этого отпою. Не, не, все, я жить хочу. То есть, знаете, шоковая терапия. Оказывается, он жить хочет. Оказывается, не бессмертный. А второй момент, человек пришёл, так что-то девочкам, моим свечницам нервы мотает. Я, вот, люби, да, обнять. Я говорю, родной, что ты хочешь? Да я вот это. Я говорю, слушай, ты же человек, человек, добрый человек, хороший человек. Ну, наверное. Я говорю, ну, пойдём с тобой чай попьём, а я выпью. Я говорю, ничего страшного, ты же добрый, сказал человек. Я тоже добрый человек. Сейчас пойдём чай с печенькой выпьем, расскажешь, что ты напился, что тебе в жизни не так. И всё, человек распылся в улыбке, мы пошли чай попили, а он, оказывается, вообще майор. И такой классный мужик, а потом он длительное время ходил в храм, а потом уехал к своим детям на север. То есть, ну, разные ситуации бывают в жизни. То есть, иногда кому-то надо шоковую терапию устроить, а кому-то надо, и просто по-человечески улыбнуться. Так, давай по вопросам пройдёмся. Ё-моё, у меня уже сколько времени? Половина. Всё, давайте быстренько сейчас. Сладко. Факт. Так, это вот за сладости у нас тут писали. Кирилл, как вас найти после эфира? Мои родные, вот здесь, наверное, или вот здесь, или вот здесь. Я не знаю, симметрично оно показывает. Там сейчас два значка. Мой и Кирилла. Вы можете нажать, выйдет и мой Кирилла, нажимаете на Кирилла, сразу переходите на его страничку, подписывайтесь, можете обратно вернуться в эфир, если это сделать оперативно. Привет из Белоруссии. Добрый день. Спасибо. Слипоклон тоже братьям из Белоруссии. Сладкое, вредно, точно факт. Ну, особенно для зубов, если много. Если человек, так, это всё читали дальше. Дальше, батюшка Константин, спасибо. Вот, обо мне, помолитесь, пожалуйста, я, есть злый день. Ирина, не говорите, не наговорить на себя, я вас знаю. Они, мать, читали, хочу вышить икону и продать, подарить её маме, можно ли это сделать, и что перед этим надо сделать. Возьмите у любого священника благословение на это, а когда будете вышивать, читайте молитвы. Дальше. Грешна в этом очень не люблю, сладкая. Ну, покайтесь. Если я, если я порезы делала из издевательств, из издевательств, из издевательств, то это грех. Грех. Объясню, почему. Потому что, по большому счёту, не суть важна, одноклассники, то ли вы бы посмотрели фильм какой-то. То есть, по сути, что вас провоцировало? Это уже второстепенный момент. Главное, что вы пренебрели тем здоровьем, который вам дал Господь. Вы повредили образ Божий. Кто и зачем, и почему, это уже второй момент. Поэтому, конечно, это грех, этого делать нельзя. Сладкая, очень люблю, но, конечно, греха стала меньше. Вы не только добрый, но ещё и юморист. Я стараюсь меньше юморить, потому что не все мои шутки понимают. Так, мой внук, поклон, спасибо. Господи, та-та-та. Так, вот вам в директ хотят написать, Кирилл, все в благ. Ну, вроде бы, вопросы все наши закончили. Мне, знаете, я вообще в шутках очень осторожен. мне, наверное, по наследству от папы досталось. Одна прихожанка моему папе говорит, батюшка, когда люди шутят, хочется смеяться. Когда вы шутите, хочется плакать. Поэтому я стараюсь очень аккуратно шутить. Хотя иногда люблю. Так, ну, всё, мы уложились. Кирилл, мы с тобой в эфире полтора часа, час. Ну, правда, ты позже зашёл. Ну, считай, грубо говоря, час. Немножко мы с тобой не засогласовались, где да как. Но всё равно я благодарю за твои вопросы. Я надеюсь, если у людей будут какие-то свои личные вопросы, они напишут тебе в директ, мне в директ, если какие-то духовные моменты. Давай кратенько подведём итог. С духовной стороны молиться о человеке. Однозначно. Без Бога не до порога. Второй момент. Кому молиться? В практике зачастую мы молимся Царице Небесной, читаем Акафис или, как минимум, хотя бы молитву иконю Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Её оригинал в Севпухове находится, куда многие ездят. Третий момент. Духовный. Если человек соглашается, тяните его, просите его «Пойди, покайся, причастись». Это самое главное, чем человек врачуется. Третий момент. Давайте ему святую водичку. Если напрямую не пьёт, в чай добавляйте. Хотя бы капельку, капля моря освящает. Пусть хоть какую-то святыньку принимает. Изнутри это всё освящает. Теперь с духовного приходим на медицину. Медицина, конечно, там, ну, такой каверзный момент, меня часто спрашивают, можно ли кодироваться? Ну, это один из инструментов. Это просто, как, знаете, очередная зацепочка такая, чтобы остаться трезвым. Это не стопроцентный результат. Это вот, если в процентовке сказать, это 10% от того, то, что и вот 10%, то есть 10% от того, что вы останетесь трезвым, если вы закодируетесь. Я вам скажу так, если всё-таки вернуться к духовной стороне, есть обет трезвости люди дают. Есть, по-моему, в требнике даже, что служит самолебень оболящим, потом человек, чьи напоследование есть определенная обет трезвости даёт Богу. Вот это вот духовной стороны. Ну, как минимум, ещё можно записочку как оболящим подавать в любом храме о здравии его. Спрашением даже можно сказать. Да, да, врачу души телес, да. Ну, и медицина. Это вот всякого рода, смотря в каким недугом человек болеет, то ли это винопитие, то ли там, ну, допустим, укурит, да, никорета, там, ещё что-то. То есть, ну, что-то вот в плане медицины и, естественно, психологическая какая-то поддержка в любом случае. Это очень важно. Ну, и ты ещё что-то дополни, может, я что-то упустил. Ну, я просто хочу сказать, что это ежедневная работа. Некоторые думают, что трезвость это, ну, воздержание от алкоголя или от вещества и вот всё ты остаёшься отрезвым. А это, ну, даже в писании написано, отрезвитесь и бодрствуйте, да, вот, и радуйтесь постоянно, да, вот такие моменты очень важные. Поэтому трезвость это не только воздержание от алкоголя или от наркотиков или от сладкого, да, а это именно образ жизни, да, который, ну, наверное, я вот, я за такой образ жизни, да, я за такую трезвость. То есть, это ежедневная работа над собой. Это единственное, что хочется добавить. Тоже благодарю за эфир. Я хочу кое-что пока вспомнил. Зачастую люди, болящие винопитием, они говорят, ну, Господь же первое чудо сделал, притворил воду в вино в Кане Галилейской, да, то есть, они священописания, даже знаешь, чтобы отмазаться. Во-первых, Господь не вино сотворил, а винный напиток, то есть, виноградный сок. Самое лучшее вино, считалось безалкогольное. Потому что Господь не пришел к греху склонить человек, а к душе спасения он его привел. И сам же и сказал, пейте, но не упивайтесь, в вине есть блуд. Это следующая степень чревоугодия, то, что мы говорили, следующий грех. Поэтому, почему раньше дозволялось вино? Потому что вино являлось как еще элементом лекарственным, смешивая масло и вино, лечебно использовали его. А то, что сегодня, ну, простите, запрямую то слово, зачастую, дешевая бармадуха, этим не лечится, этим калечится. Вот, поэтому нужно, конечно, очень быть осторожным и внимательным к своему организму. Это не твое, это Божие. Он тебе дал это умножить и созидать, а не разрушать. отношение к здоровью, но это тоже грех, можно так сказать. Да. Поэтому не доводите ни до фанатизма, ни до абсурда. Что, всех благодарю, и тебя, в первую очередь, Кирилл, за совместный эфир. Спасибо. Тебе буду помощь на твоем поприще. На вам, мои дорогие, кто смотрел эфир, благодарю сердечно, что вы сегодня с нами. Храни Господь, Божья помощь, Иван, предстоящий сидит. До свидания.